Дамы и господа, когда мне было лет 13, я читал роман Александра Беляева, такой называется «Продавец воздуха». Вот там про такого плохого парня, который хотел сделать из воздуха ресурс, его в каком-то кратере вулкана там, в общем, сжимал. А я хороший парень, для меня воздух — это не ресурс, это повод. Я Михаил Акселерот, Винди. Итак, что мы сделали и что мы придумали? Мы объединили профессиональный прогноз погоды, волн, ветра, приливов, отливов, тучи из 50 параметров с комьюнити. Показали этот прогноз погоды так, как это надо экстремалам, таким как я. Что получилось? Получился красивый мобильный апп, мы его запустили на платформе iOS, потом запустили на платформе Android. Но на самом деле получилось комьюнити из хороших людей, которые часто путешествуют и которые любят экстрим спорт. Кто эти люди? Это яхтсмены, серферы, кайтсерферы, виндсерферы и рыбаки. И, между прочим, выяснилось, что эта аудитория успешная, богатая, платежеспособная. И, посмотрев на это, ну, естественно, мы монетизировали наше приложение, мы добавили профункции, за наше приложение платят. Мы сделали возможность им удобно общаться, и мы сделали так, что нам перестали быть нужны инвестиции. То есть мы хотели быть стартапом, но стали бизнесом. Просто успешным кэш-позитив, который там зарабатывает деньги для того, чтобы кормить команду. Но потом возникла идея стать стартапом снова. И для этого мы пошли в Marketplace. Потому что там, где собираются платежеспособные аудитории из трех с половиной миллионов человек, это то, сколько у нас есть сейчас, вот это наше географическое распределение, это наше распределение по видам активности, там, естественно, есть деньги, и этих денег гораздо больше, чем у тех, кто платит нам за инапы в сторах. Итак, наш Marketplace. На текущий момент мы собрали в нашем приложении чуть больше 20 тысяч тематических бизнесов вокруг наших локаций, где мы показываем погоду. Это букинг-яхт, это кайты-серф-школы, это рыболовные туры. И эти бизнесы готовы платить нам как за визибилити, так и за то, что мы приводим им клиентов. Мы ориентированы на сервис, на сервисный Marketplace, просто потому, что там больше маржа. И там нету демпинга. Там его практически невозможно устроить. И мы считаем, что именно в этой модели мы достигнем серьезных результатов. На текущий момент в этом году мы заработаем, но если ничего не будем делать, вот сейчас там, ну там чуть больше миллион долларов. Когда мы запустим Marketplace, наша месячная выручка будет чуть больше трех. Мы проводили глубокий Customer Development, и в районе 10-20% комиссии нам готовы отдавать эти локальные бизнесы за привод клиентов. Так что Marketplace сервиса и Marketplace для экстремалов это то, что мы сделаем, и это то, чего на рынке нет. И это тот голубой океан в прямом и переносном смысле для экстремалов, который мы нашли. И врываемся в него первой акулой. Спасибо.